Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает разминочная торговая сессия, практически нету каких-то значимых релизов. Из всего содержания экономического календаря я выделил только в 16.45 по GMT выступление представителей ФРС Бостича и в 17.00 выступление Ахима Нагеля, который возглавляет немецкий центральный банк. Больше ничего. Но мы знаем то, что уже с завтрашней торговой сессии нас ожидают ключевые фундаментальные отчеты по американской экономике. Сначала будем анализировать протоколы, потом в четверг данные по инфляции и в пятницу на закрытии недели еще данные по индексу цен производителей США, то есть данные по промышленной инфляции. Поэтому, друзья, скучать точно не придется. А пока индекс доллара 102.15. Умеренное снижение с начала недели продолжается. Рынок все еще отходит от публикации данных по Nonfarm Perls. В конце прошлой недели мы помним то, что показатель оказался гораздо лучше, чем ожидали аналитики, эксперты и все трейдерское сообщество. 254 тысячи новых рабочих мест с прошлого значения 159 тысячи. Другие компоненты отчета показали, что уровень безработицы снизился с 4,2 до 4,1 процента. И заработные платы подросли с 3,8 до 4 процентов. И, кто знает, может быть, это первый сигнал либо признак ослабления и замедления дефляционного тренда. Что касается, опять же, самого отчета, я, пожалуй, со своей стороны сделаю ремарку, чтобы вы, друзья, прекрасно понимали, что в основу данных по Nonfarm Perls закладывается выборка определенных компаний, а не всех компаний, которые представлены в США. Поэтому и, кстати, эта выборка носит абсолютно рандомный характер во время публикации каждого отчета. И отсюда такие плавающие значения от месяца к месяцу. Один месяц может быть очень сильный показатель, другой месяц может быть очень слабый. Поэтому на один отчет, конечно же, не нужно всецело полагаться и делать какие-то объективные выводы, потому что это некорректно и неправильно. Если вы хотите понять, как обстоят дела в данном секторе американской экономики, нужно смотреть на период более продолжительный и нужно смотреть на среднее значение. Мой совет анализировать данные за 6 месяцев. И если вы зададитесь целью и будете это делать, вы можете легко заметить то, что в целом 6-месячный период указывает на то, что данный сектор американской экономики все-таки испытывает определенные проблемы. И там будет зафиксировано определенное снижение. Я хочу также напомнить то, что до следующего заседания американского регулятора, оно состоится 7 ноября, нам предстоит еще проанализировать отчет по инфляции, который выйдет на этой неделе, и еще один отчет по Non-Farm Parallels, который будет публикован 1 ноября. Поэтому статистика может, обновленная статистика снова, значительным образом повлиять на рыночные настроения. И вы сами в эту пятницу увидели, как рыночные настроения могут в моменте перезагружаться. Потому что к отчету по Non-Farm Parallels мы с вами подходили с расстановкой именно по позиционированию, судя по инструменту Fidelity Tool, с убеждением рынка, по крайней мере на 30%, то, что американский регулятор снизит ставку на 50 байсных пунктов. Сейчас, после выхода отчета по Non-Farm Parallels, вероятность такого амбициозного и агрессивного шага равна 0%. Это не значит то, что настроения могут значительным образом измениться, и рынок снова поверит в снижение ставки на 50 байсных пунктов. Но я уверяю вас, друзья, то, что стоит выйти еще одному, например, слабому отчету Non-Farm Parallels 1 ноября, как рынок может поверить то, что ФРС пойдет на подобный шаг, например, в ходе декабрьского заседания. Поэтому не нужно недооценивать потенциал снижения американского доллара, не нужно делать неправильных выводов о том, что американская экономика точно избежала рецессий, экономического спада из-за одного сильного релиза по Non-Farm Parallels. Я советую копать глубже и все-таки ориентироваться на тенденции и тренды, которые ранее уже сложились. Мое отношение к доллару не меняется. Я считаю, что доллар – это потенциальный кандидат на дальнейшие снижения. Хотя я прекрасно понимаю, что поскольку до выборов остается в США всего лишь 4 недели, может быть, трейдеры предпочтут занять выжидательную позицию. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. Золото – 2,642 доллара за тройскую унцию. Уже 3 недели подряд мы наблюдаем за тем, как золото ходит в диапазоне 30 долларов. Очень волатильный инструмент. Вверх-вниз, вчерашняя торговая сессия. Точно. Каких-то трендовых движений пока что нет. Здесь нужно просто для себя принять позицию. По совокупности всех фундаментальных обстоятельств, факторов, какая идея вам больше импонирует? Читаете ли вы золото перекупленным инструментом, который дальше будет только лишь снижаться? Либо вы так же, как и я, уверены, что у золота есть небольшой должок перед нами и, наверное, перед всеми сверхоптимистами, которые ранее прогнозировали этот инструмент на отметке 2,800 и 3,000 долларов за тройскую унцию. И в свете того, что мы сейчас обсуждаем по Ближнему Востоку, я думаю, что не стоит забывать про оставшиеся защитные свойства этого инструмента, которые могут проявиться в любой момент и помочь покупателям увидеть те уровни, которые ранее были спрогнозированы. Я оптимист, друзья, по золоту. И только лишь тогда, когда я по сантименту рыночных настроений о маркетсе увижу серьезное расхождение между покупателями и продавцами, я позволю себе отказаться от этой деньной позиции. Но не сейчас. По британской валюте 1,31 текущие котировки. Из-за последнего хочу обратить ваше внимание на комментарий главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, который отметил, что снижение процветной ставки в Англии нужно осуществлять последовательно и крайне осторожно. Из-за того, что инфляция остается, поскольку цены в сфере услуг растут, и проводится постоянная индексация заработных плат. Про очень высокие показатели средней заработной платы я уже говорил. Также Хью Пилл отметил то, что бизнес сейчас куда в меньшей степени напрягает текущий уровень ключевой процветной ставки. В отличие от мировой геополитической напряженности и риска того, что инфляция снова может выйти за пределы, существенно выше за пределы целевого диапазона. Отсюда делаем вывод, что есть сигналы со стороны руководства Банка Англии о том, что выжидательная позиция может стать более оправданным выбором сейчас для Банка Англии. Также на прошлой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли в интервью Guardian дал понять то, что сейчас особый фокус внимания на ближневосточный конфликт, на то, что происходит с нефтью. Мы видим то, что нефть уже достигла по бренду 80 долларов за баррель на тех самых геополитических рисках. И, конечно же, нефть будет стимулировать рост инфляции, хотя, возможно, с современным лагом в 2-2,5 месяца. В целом по фунту, друзья, из-за того, что Банк Англии не будет снижать процентную ставку, на мой взгляд, до декабря, и в октябре-ноябре мы увидим то, что она осталась, скорее всего, на прежнем уровне, я полагаю то, что фунт сможет еще выйти к локальным максимумам. Евро против доллара, котировки почти 1,10, 1,0985. Из вчерашних отчетов стоит отметить неплохой релиз по уроничным продажам и по индексу потребительских настроений оцентикс. Но еще раз оправдывать рост и падение евро локальными отчетами сейчас неправильно. Европейская валюта подросла, потому что американская валюта немного снизилась. И отсюда вот и высокий показатель корреляции. В долларе на 147,93 ранее уже обсуждали комментарии нового премьер-министра Японии Сиба о том, что в экономике сохраняется дефляционный период, и нужно делать все сейчас для того, чтобы и дальше стимулировать темпы экономического роста и поддерживать население, которое нуждается в этом через дотации и субсидии. Тоже о рисках того, что, скорее всего, это приведет к еще одному виду инфляции, я уже отмечал. Но Банк Япония пока не прокомментировал будущее действия и не торопится возвращаться к риторике о том, что при необходимости снова могут быть подняты ключевые процентные ставки. Поэтому в целом я бы сейчас, как и раньше, рекомендовал лучше не трогать доллар и иену, посмотреть за тем, что будет дальше, как эта пара переживет данные по инфляции на этой неделе, и потом уже вернуться с, наверное, большим фундаментальным багажом. Доллар-франк без изменений, я ожидаю дальнейшего роста после слабого отчета по рынку недвижимости, после снижения инфляции и на фоне разговоров не только об отрицательных процентных ставках в Швейцарии, но и возможных валютных интервенциях. Был вопрос по поводу американского фондового рынка, я все так же, друзья, оптимист. S&P 500 вблизи исторических максимумов, 5744 пункта. Учитывая то, что американский регулятор снизит процентную ставку, неважно насколько, он просто ее снизит в ноябре и в декабре, и будет делать это и в первом квартале, оступится доходность американских облигаций. Кстати, стартует на днях сезон квартальных отчетов. Я также возлагаю очень большую надежду снова на сектор высоких технологий, что он сможет стать бустом вообще для всего сезона квартальных отчетов и продемонстрировать более лучшие показатели именно квартальной, скажем так, хозяйственной деятельности за минувший период. И это точно должно способствовать повышению рыночных настроений. Прежняя цель по S&P такая же, 6000 пунктов, и мы к ней очень скоро придем. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok